Беседа против оставивших церковь и ушедших на конские аресталища и зрелища. Можно ли это стерпеть? Можно ли это снести? У вас самих я хочу судиться против вас же. Так и Бог поступил с евреями. Обращаясь к ним против них же самих, Он говорил, «Люди мои, что я сделаю вам, или чем оскорбил вас?» Отвечайте мне, Мехея 6.3. И еще, какую неправду нашли во мне отцы ваши? Иеремия 2.5. Еще хочу и я подражать, и опять скажу вам, Можно ли это стерпеть? Можно ли это снести? После столь долгих собеседований, после такого учения, Некоторые, оставив нас, побежали смотреть на состязающихся коней И впали в такое неистовство, что наполнили весь город непристойным шумом и криком, Возбуждающим смех, лучше же сказать, плач. Поэтому я, сидя дома и слушая поднявшийся вопль, Страдал больше застегаемых бурею. Как те, в то время, когда волны ударяют в стенки корабля, Трепещут, подвергаясь крайней опасности. Так и меня очень тяжко поражали те крики, И я потуплял взоры в землю и слущался от стыда. Когда сидевшие на верхних местах вели себя так непристойно, А находившиеся внизу, среди площади, Рукоплескали возницам и кричали больше тех. Что же скажем мы или чем оправдаемся, Если кто-нибудь чужой, случивший, здесь станет осуждать и говорить, Это ли город апостолов? Это ли город, имевший такого учителя? Это ли народ христолюбивый, общество нечувственное, духовное? Даже не постыдились вы и самого дня, Который совершили знамение спасения рода нашего. Но в пятницу, когда Господь твой был распинаен за вселенную, Когда приносилась такая жертва, и отверзался рай, И разбойник возводился в Древнее Отечество, И клятва разрешалась, и грех уничтожался, И долговременная вражда прекращалась, И примирение Бога с людьми совершалось, И все изменялось. В тот день, когда надлежало поститься, Словословить и высылать благодарственные молитвы За благодеяние для вселенной и к сотворившему их, Тогда ты, оставив в церковь и жертву духовную, И собрание братьей, и забыв святость поста, Плененный дьяволом повлекся на то зрелище. Можно ли это стерпеть? Можно ли это снести? Я не перестану постоянно говорить это и тем облегчать свой скорбь, Чтобы не заглушить ее молчанием, Но поставить на вид и обнаружить перед вашими глазами. Как же после этого мы будем в состоянии преклонить Бога на милость? Как можем примирить Его с нами, разгневанного? За три дня перед этим лился проривной дождь, Увлекая все, и сторгая, так сказать, из самых уст в пищу земледельцев, Не спровергая зрелые колосси, истребляя все прочее избытком влаги. У нас были молитвы и моления, И весь наш город, подобно потоку, стекался к местам апостольским. И мы умоляли наших защитников, Святого Петра и Блаженного Андрея, Двоица апостолов, Павла и Тимофея. После того, когда гнев Божий прекратился, Мы, переплыв море и преодолев его волны, Прибегли к Верховному Петру, основанию веры, И Павлу, избранному сосуду, Совершая духовное торжество и возвещая их подвиги, Трофеи и победы над демонами. И ты, не удерживаясь страхом бывшего И не научившись величием подвигов апостольских, Так скоро, по прошествии одного дня, Неистовствуешь и кричишь, Не обращая внимания на то, Что душа твоя плененая и увлекается страстями. Если же тебе хотелось видеть бег бессловесных, То почему ты не обуздал бессловесные свои страсти, Гнев и похоть, Не наложил на них благого и легкого ярма любомудрия, Не поставил над ними правого ума И не поспешил к почести вышнего звания, Устремляясь не от преступления к преступлению, От земли на небо. Такого рода бег вместе с удовольствием Доставляет и великую пользу. А ты оставишь свои дела, Иди безрассудно, и как случится, Сидел, следя за победой других, И стратив такой день напрасно, Тщетно, и даже во вред себе. 562. Разве ты не знаешь, что подобно тому, Как мы, вверяя деньги своим слугам, Требуем у них отчета в каждом оболе, Так и Бог потребует от нас отчета В днях нашей жизни, Как мы прожили каждый день. Что же мы скажем? Чем же будем оправдываться, Когда потребует у нас отчета о том дне? Ради тебя воссияло солнце, Луна осветила ночь, Заблистал разнообразный сон звезд, Ради тебя подули ветры, Потекли реки, Ради тебя произросли семена, Поднялись растения, Течение природы удержало свой порядок, Явился день, и прошла ночь, И все это сделано ради тебя, А ты в то время, как твари служить тебе, Исполняешь волю дьявола. Получив от Бога столь великий дом, То есть этот мир, Ты не отдал ему своего долга, И недостаточно тебе было предшествовавшего дня, Но и на другой день, Когда следовало бы немного отдохнуть От прежнего нечестия, Ты опять пошел на зрелище, Из дыма бросившись в пламя, Низвергнув себя в другую, Ужаснейшую пропасть. Старцы посрамляли свои седины, Юноши подвергали опасности свою юность, Отцы приводили туда своих детей, Ввергая их в самом начале невинного возраста В пропасть нечестия, Та, что не погрешил бы тот, Ко назвал бы таковых не отцами, А где-то убийцами, Нечестием, погубляющими души, Рожденных ими. Какое же скажет здесь нечестие? Но потому-то я и скорблю, Что ты и болен, И не знаешь, что ты болен, И не ищешь врача. Ты исполнен прелюбодеяние, И спрашиваешь, какое нечестие. Или ты не слышал слов Христов, Что кто посмотрит на женщину с вожделением, Уже прелюбодействовал с нею. А что, если я скажу, Буду смотреть не с вожделением? Но как ты будешь в силах убедить меня в этом? Кто не воздерживается от того, Чтобы смотреть, Но прилагает к тому такое усердие, Тот как может после засвертания Остаться чистым? Разве тело твое камень? Разве оно железо? Ты облечен плотью, Плотью человеческую, Которая сильнее соломы Воспламеняется от похоти. И что я говорю о зрелище? Часто и на площади, Встретившись с женщиной, Мы смущаемся. А ты, сидя вверху, Где столько побуждений к нескромности, Видя блудную женщину, Выходящую с обнаженной головою, С великим бесстыстом, Одем одеты в золотые одежды, Делающие нежные и обольстительные Телодвижения, Поющие блудные песни И развратные стихотворения, Произносящие срамные слова И совершающие такие непристойности, Какие ты, зритель, Представив в уме своем, Потупляешь взоры? Как дерзаешь сказать, Что не испытываешь ничего человеческого? 563 том 6 Разве тело твое камень? Разве оно железо? Я не перестану повторять тоже. Разве ты любомудренней Тех великих и доблестных мужей, Которые пали только от одного взгляда? Не слышал ли ты, Что говорит Соломон? И кто ходит по углям огненным, То может ли не обжечь ног своих? И кто может взять огонь за пазуху, Чтобы не прогорело платье его? Так и входящий к жене замужней. Притча 6.27 Хотя бы ты не имел совокупления с блудницей, Но ты имел с ней связь по желаниям И совершил грех волею. И не только в то время, Но и тогда, Когда кончится зрелище, Когда она же уйдет, В душе твоей остается ее образ, Слова, одежды, взгляды, Походка, стройность, Ловкость, Прелюбодейные члены, И ты уходишь, получив множество ран. Не отсюда ли беспорядки в доме? Не отсюда ли погибель целомудрия? Не отсюда ли расторжение браков? Не отсюда ли брани и ссоры? Не отсюда ли бессмысленные неприятности? Когда ты занятый и плененный ей приходишь домой, То и жена кажется тебе менее приятной, И дети более надоедливыми, И слуги несносными, И дом отвратительным, И обычные заботы к устроению надлежащих дел Кажутся тягостными, И всякие приходящие неприятным и ненавистным. Причина же этого в том, Что ты возвращаешься домой не один, Но приводишь с собой блудницу, Входящую неявно и открыто, Что было бы сноснее, Потому что жена скоро выгнала бы ее, Но сидящий в твоей душе и в сознании, И воспламеняющий внутри тебя Вавилонский и даже гораздо сильнейший пламень, Ведь пищей этого пламени Служивает не хворост, нефть и смола, Но то, что сказано выше, И все у тебя приходит в беспорядок. И как больные горячкою, Не имея никакой причины Обвинять прислуживающих им, По дурному влиянию болезни Бывают недовольны всеми, Отталкивают пищу, Оскорбляют врачей, Гневаются на домашних, И обижают служащих. Так точно и одержимы Этой тяжкой болезни, Беспокоятся и негодуют, И постоянно представляя себе Эту блудницу. О, тяжкие дела! Волк, лев и прочие звери, Будучи ранены стрелой, Убегают от охотника. А человек, разумнейшее существо, Получив рану, Стремится к той, которая ранила его, Чтобы получить еще более тяжелую рану, И находит удовольствие в последней. Это прискорбнее всего И производит неизлечимую болезнь. Кто ненавидит свою рану И не хочет избавиться от нее, Тот как станет искать врача? Поэтому я и скорблю и терзаюсь, Что вы приходите оттуда, Получая столь великую заразу, И за малое удовольствие Навлекаете на себя непрестанное мучение. Подлинно, Еще прежде гиенны И тамошнего мучения Вы уже здесь подвергаете себя Крайнему наказанию. Не крайне ли, скажи мне, мучение Питать такую похоть, Постоянно воспламенять, И везде носить с собой огонь Непотребной любви И угрызения совести? Как ты приступишь к порогу Этого святилища? Как прикоснешься к небесной трапезе? Как будешь слушать беседу О целомудрии, Весь покрытый такими язвами и ранами, Имея душу, порабощенную страсти? И нужно ли говорить об остальном? И из того, что происходит, Теперь у нас Можно видеть душевную скорбь. Вот и теперь я вижу, Как некоторые при этих словах Ударяют себя в лицо И изъявляю вам великую благодарность За то, что вы Такие сострадательные люди. Я думаю, что многие, Может быть, не согрешив сами ни в чем, Делают это из сожаления о братских ранах. Потому я и скорблю, и терзаюсь, Что дьявол заражает такое стадо. Но если вы захотите, То мы тотчас заградим ему вход. Как и каким образом? Если больных, мы увидим здоровыми. Если распростершись эти учения, Отправимся искать уловленных зверем. И исхитим их из самой пасти льва. Не говори мне, А делившись от стада немного. Хотя бы их было только десять, И то немалые потери. И хотя бы пять, хотя бы один. Так и тот пастырь, Оставивший девяносто девять овец, Отправился за одной, И не возвратился до Толи, Пока не привел ее. И возвращением той заблудшей, Пополнил оскудевавшее без нее Старичное число. Не говори, Что он только один. Но подумай, Что это душа, Ради которой сотворено все видимое, Ради которой существуют законы, Наказания, мучения, Бесчисленные чудеса, И многообразные дела Божии, Ради которой Бог не пощадил И своего единородного. Подумай, Какая цена заплочена из-за одного, И не пренебрегай его спасением. Но поди, Приведи опять его к нам, И убеди, Чтобы он более не впал в такое, В то же самое. И тогда мы будем иметь Достаточное оправдание. Если же он не примет Ни наших советов, Ни ваших увещаний, То я, наконец, употреблю власть, Которую Бог дал нам на созидание, А не на разорение. 2 Коринфянам 10.8.565 Поэтому я предупреждаю И объявляю громким голосом, Если кто после этого увещания И наставления пойдет На нечестивые и гибельные зрелища, Того я не впущу внутрь Вот этой ограды, Не сделаю причастникам таинств, Не позволю ему прикоснуться К священной трапезе. Но как пастыри отделяют Шелудивых овец от здоровых, Чтобы болезнь не распространилась И на прочих, Так точно поступлю и я. Если в древности Прокаженный должен был Оставаться вне стана, И хотя бы это был царь, Он выводился туда с диадемою, То тем более мы изгоним Прокаженного душой Из этого священного стана. Как вначале я употреблялся Увещание и Совет, Так теперь после такого Увещания и наставления Необходимо наконец прибегнуть И к отсечению. Ведь уже прошел год С тех пор, как я прибыл В ваш город, То есть Константинополь, И я не переставал часто И постоянно предлагать вам Такое увещание. Но так как некоторые Остались в этой заразе, То теперь уже мы произведем Отсечение. Хотя я не имею железа, Но имею слово Острее железа. И хотя я не ношу огня, Но есть у меня учение Пламеннее огня И могущее Жечь сильнее. Не презирай же Нашего приговора. Хотя мы неважны И весьма смиренны, Однако по благодати Божией Мы получили достоинство, По которому Можем делать это. Итак, Да будут отлучены Такие люди, Чтобы здоровые у нас Делались более здоровыми, А больные Восстановили себя От тяжкого недуга. Если же вы Воспрепетали, Услышав этот приговор, А я вижу всех Воздыхающими И сокрушенными, То пусть они переменятся, И приговор будет отменен, Потому что Подобно тому, Как мы получили Власть вязать, Так получили И разрешать И опять переводить В церковь. Да и не отлучать Наших братьев хотим мы, Но отклонить позор От церкви. Иначе теперь Язычники станут Издеваться над нами, И иудеи будут Насмехаться, Если мы будем Так равнодушно Смотреть на наши Собственные грехи. А в противном случае И они станут Весьма одобрять нас И удивляться Церкви, Получив уважение К нашим законам. Итак, Пусть не входит в церковь Никто из предающихся Этому прелюбодеянию, Но пусть будет он Отвержен и вами, И станет общим врагом. Если кто, Говорит апостол, Не послушает Слово нашего В послании, Того имейте на замечании И не сообщайтесь с ним. Второе Фессонникистам 3.14 Сделайте вот что. Не разговаривайте с ними, Не принимайте их в дом, Не разделяйте с ними Трапезы, Не имейте с ними общения Ни при входе, Ни при выходе, Ни на торжеще. И таким образом Мы легко Возвратим их. И как тех зверей, Которых нелегко поймать, Охотники загоняют в сеть, Преследуя их не с одной стороны, А со всех, Так и тех, Которые уподобились Свирепым зверям, Мы будем преследовать Общими силами. Мы с одной, А вы с другой стороны. И тогда скоро Уловим их в сеть и спасение. А чтобы это случилось, Разделяйте и вы с нами Негодование против них, Или лучше Скорбите за законы Божии. И мало по малу Обращайтесь Столь тяжко болящих И согрешающих братьев, Чтобы они постоянно Были с вами. Немалое постигнет вас Осуждение, Если вы будете Пренебрегать Такою погибелью. Но вы подвергнетесь Величайшему наказанию. Если в домах человеческих, Когда кто-нибудь Из слуг улечен В краже серебра или золота, Наказывается не один Только похититель, Но и знавший о том, И не открывший. То тем более В церкви. Бог скажет тебе тогда, Видя, как из моего дома Украден не серебряный И золотой сосуд, Но похищен и целомудрие, Как тот, Кто причащался Пречестного тела И участвовал В такой жертве, Отправился в дьявольское место И впал в такое преступление, Почему ты молчал? Почему терпел? Почему не объявил священнику? И тогда ты подвергнешься Немалому наказанию. Поэтому и я, Хотя я печалью вас, Однако не пожалею Наложите и тихчачьи наказания. Гораздо лучше нам, Испытав скорбь здесь, Избавиться от будущего Осуждения, Нежели тому, Кому мы стали бы льстить словами, Быть наказанным тогда Вместе с вами. Подлинно, Неблагонадежно И небезопасно Для нас Покрывать Это молчанием. Из вас Каждый даст отчет За себя самого, А я должен отвечать За спасение всех. Поэтому я не перестану Делать и говорить все, Хотя бы нужно было Опечалить вас, Хотя бы показаться Ненавистным, Хотя бы несносным, Чтобы мне можно было Предстать перед тем Страшным престолом, Не имея скверной, Или порокой, Или всего-либо нечистого. Да будет же молитва святых, Чтоб уже развратившиеся Скоро обратились, А оставшиеся неповрежденными Еще более преуспели В чистоте и целомудрие, Чтоб и вы достигали спасения, И мы радовались, И Бог прославлялся Ныне и пресно, И в бесконечные Веки веков. Аминь.